Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Левит, и сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. В этой главе рассказывается о том, как Моисей посвящает Аарона и его сыновей, священники, Богу. И мы читаем первый и второй стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и лей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков». Ефрем Сирин пишет. «Моисей не дал сынам своим священство, чтобы они не превозносились и чтобы не возбудился ропот в народе, как впоследствии возроптал народ на сыновей Самуиловых и стал просить себе царя. А также, поскольку матерь сынов Моисеевых была не евреянка, и, наконец, по элику Моисей наименован был Богом, то, пренепрегая всем человеческим, не захотелось, чтобы сыны его имели священство». Действительно, Моисей был женат на Маде-Митянке, она не была еврейкой, скажем так, в применении к христианским обстоятельствам, то есть все равно, что религиозный лидер вдруг женат на некрещеный, потому что народ Божий в нашем понимании, в христианском это крещеные люди, а все остальные это некрещеные люди. И действительно, его функция заключалась в том, что он доносил слово Бога до Аарона, а Аарон передавал народу. Поэтому в Библии говорится, что Моисей был поставлен Богом для Аарона, который был как бы пророком при нем, но Богом в кавычках, конечно, и он транслировал слова Божьи дальше. Моисей был очень скромный человек, и он был косноязычный, косноязычный, то есть он боялся выступать на людях, и он даже Господа просил, чтобы кого-то другого послали. И здесь мы видим, что Моисей ставит священниками Аарона и его сыновей, хотя у него были свои собственные сыновья, но он понимает, что они все-таки не совсем канонического устроения жизни семьи, потому что мать как бы непричастна народу Божию. И он берет разные типы жертв, он должен взять разные типы жертв, говорит ему Господь, и помазание взять, и жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков. То есть он должен исполнить все действия жертвенные для того, чтобы приготовить Аарона и его сыновей к священству. И третий стих. «И собери все общество ко входу скиния собрания». Кирилл Иерусалимский пишет, «Церковь, она называется соответственно самой вещи, так всех созывает и собирает вместе. Как в книге Левит, Господь говорит, и собери все общество ко входу скиния собрания». Замечательно, что слово «собери» в первый раз в Писании употреблено тогда, когда Бог поставил Аарона первосвященником. То есть «собери все общество ко входу скиния собрания». Собрание — это экклесия, церковь. И церковь не существует без священников, поэтому это слово встречается в Библии, собрание, то есть церковь, экклесия, тогда, когда говорится о поставлении священников. И если там два-три человека собрались поговорить о Боге, да, Господь может присутствовать среди них, но церковь — это не только два-три человека. Например, сказано, «Если братцы грешил против тебя, обличи его один на один. Если не послушается, возьми двух-трех, и обличи. А если их не послушается, обличи перед церковью». Значит, двое-трое — это еще не церковь. Хотя в Писании сказано, где двое или трое соберутся во имя Христа, он посреди. Но церковь — это еще и трехчинное священство. И если сам термин «церковь» возникает в Библии тогда, когда говорится о поставлении священников, значит, не бывает в церкви без священства. И хотя мы православные признаем, что есть всеобщее священство, но есть и сугубое священство. И Библия это, конечно, подтверждает. Далее мы читаем. «Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скини и собрания, и сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». То есть первое действие — это омовение, что указывает на то, что некрещеный человек не может быть, собственно говоря, священником. И священник — это чистый человек, который проходит ставленническую исповедь накануне рукоположения диаконского и священнического и наставнической исповеди выясняется, нет ли каких-то препятствий для рукоположения. И потом ему отпускаются грехи, то есть совершается такое его как бы очищение. «И привел Моисей Аарона и сынов его, омыл их водою, и возложил на него хитон и опоясал его поясом», то есть Аарона прежде всего, «И надел на него верхнюю ризу и возложил на него и фод и опоясал его поясом и фода и прикрепил им и фод на нем». И далее мы видим объяснение Иоанна Златоуста. Он уже как бы проецирует на христианскую ситуацию. «Аархиерей, входя во святая святых, надевал падир», то есть это еще ветхозаветный архиерей, то есть одежду, спускавшуюся с головы до ног на рамник, пояс, на бедренник, золотую дощечку, тиару, изречение на груди и все то, что исчисляет в Писании, что доступно зрению. «Но одно образы, все, что было в ветхом завете, это образы, а другой смысл их, то есть реализация, на что они указывали эти образы, во всяком случае, Бога не удовлетворяют ни гиацинт, ни порфира, ни червлен, ни висон, потому что Бог требует чистоты душ. Вещественными же цветами Писание рисует образ добродетелей, то есть все эти описания, во что они были одеты, какие там камни были драгоценные. Для нас, христиан, это указание на добродетели, без которых священник существовать не может». И Златоуст продолжает. «Если бы Бога поистине удовлетворяли те блестящие одежды, всякие эти стекляшки, то почему он не облачил имя Моисея прежде Аарона?» О каких-то особых одеждах Моисея мы ничего не видим. Только сияние Божие исходило от него, так что голову покрывали платком, люди боялись на него смотреть. «Но хотя Моисей был и лишен того одеяния, как у Аарона и его сыновей, однако он облекал в него священников. Моисей не был умыт водою, и, однако, им и помазывал, не носил священческой одежды и одевал в нее Иреев. Это для того, чтобы ты понял, что для совершенного мужа достаточно для украшения его добродетелей». Вот такое объяснение нам дает святитель Иоанн Златоуст. И 8 стих. «И возложил на него наперстник, и на наперстник положил урим и тумим». Наперстник это была такая как бы площадка, на которой были ячейки, каждая ячейка она указывала на одно из колен Израиля. И были два камня урим и тумим. Эти камни, если их подносить к какой-то части вот этого наперстника, они начинали светиться. определенным образом. И волю Бога узнавали через этот наперстник и урим и тумим. И это все было на тот случай, если голос пророка умолкнет в общине, чтобы были урим и тумим, эти два камня, и вот этот наперстник, и с помощью этих приспособлений как бы была такая непрерывная связь, открытая линия прям напрямую к Господу Богу. И далее, и возложил на голову его кидар, а на кидар, кидар это головной убор, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку диодиму, святыне, как повелел Господь Моисея. То есть был головной убор, который подчеркивал статус служителя, с одной стороны, он имеет над собой управление Бога, и он лидерствует в общине Бога. Златоуст пишет, прежде всего было тиару, или что Писание называет, что после тиары как бы посредницы, поэтому тиара образ одеяния, тиара это головной убор, так как архиерей был глава народа, то ему как главе всех надлежало иметь на голове символ власти, это о чем мы сказали, ослабевание авторитета невыносимо, тот которому присвоен символ его власти стоит под законом, закон же повелевает, чтобы голова архиерея не была обнажена, но была покрыта, чтобы голова народа поняла, что у нее есть голова, оказывается, лидерам церковным надо помнить о том, что у них есть голова, имеется ввиду не их голова, над ними есть голова, они сами подчинены, поэтому и в церкви во время рукоположения иереев на голову их возлагается Христово Евангелие, вот что символизирует головной убор священнослужителя, это то, что Святое Евангелие это для них основание их действий, чтобы рукополагаемый понимал, что он принимает истинную тиару, то есть истинный кедар Евангелия. И в западной церкви, например, были такие сдвоенные тиары, они напоминали книжку, которая имеет две обложки, и это тоже как бы образ Евангелия, который ставится во главу угла действий служителей церкви, и они все подчиняют этому евангельскому тексту, евангельскому откровению. А то, что Павел говорит, что для жены покрывало, это знак власти мужа, для священнослужителя покрывало и для патриарха, и для любого митрополита, архиепископа и так далее, это свидетельство о власти Христа, жениха над церковью невестой, потому что все мы и пастыри архипастыри и народ Божий подчинены Христу, пребываем под его властью. И далее мы читаем, и взял Моисей елей помазания и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это, и покропил им на жертвенник семь раз. Опять же, вот это действие с себе кратным повторением, это указание на то, что придет больше скиния, чем ветхозаветное, это сам Христос, который установит семь церковных таинств. И помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их, и возлил елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его. Все помазания предметов совершались крестообразно. Это подтверждает и иудейская традиция, и христианская традиция, что все помазания, они совершались, когда освещали предметы какие-то, окропления делали, все это делалось в форме креста. Ефрем Сирин пишет, Аарон и ризы его освещаются илеем помазания и жертвенной кровью. Этим ясно дается понять, что Духом Святым возносят священники жертву на таинственной трапезе. То есть, христианские священники возносят жертвы не в силу своего благочестия, а в силу того помазания Духа Святаго, который имеет честь в возложении рук архиереев, которые возводили их на это достоинство. Кирилл Иерусалимский пишет, «Вам необходимо знать, что прообразование этого миропомазания находится в Ветхом Писании, то есть, в Ветхом Завете. Ибо, когда Моисей передавал Божье повеление своему брату и поставил его в первосвященники, то он помазал его, и омыв прежде водою, и он был назван помазанником, то есть, от помазания прообразовательно». И мы знаем, что помазанник по-гречески «Христос», и помазывали кого в одни Ветхого Завета? Царей помазывали, первосвященников помазывали, и пророки считались тоже помазанниками. А в истинном человечестве Христос совершает эти служения, он и первосвященник, как учат догматическое православное богословие, он и царь царей, мы об этом говорили, а он же совершал и свое пророческое служение, потому что он предсказывал будущее в своем истинном человечестве, он как бы реализовал все эти формы служения Богу, при этом являясь не только человеком, но он был Бога-человек, в нем божественное человеческое, в единую ипостась. И далее мы читаем, «И привел Моисей сынов Аароновых и одел их в хитоны и опоясал их поясом и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею, и привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Скажем так, это ставленческая исповедь, как и сейчас, как я говорил, священники перед рукоположением исповедуются. «И заколол его, и взял кровь, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил под ножью жертвенника, осветил его, чтобы сделать его чистым». То есть, та же благодать, которая освящает нас, она освящает и наши храмы действием того же самого Духа Святаго, которым совершаются и все таинства церкви. Ефрем Сирин пишет, «Елеем помазание и кровью с алтаря окропил Моисей Аарона и сынов его, и облачение их, и осветил их, и сказал, «У дверей скиния сидите семь дней, донди же совершитеся», то есть, «пока не усовершенствуйтесь». Так в эти семь дней имели они священство только по имени служение же священническое совершал Моисей. Так Ефрем Сирин дает такое объяснение, он ставит пророческое служение Моисея, конечно, выше служения Аарона, потому что пророк пребывал в непосредственном соединении с Создателем, а священник любой в христианской традиции это инструмент в руках Бога, который совершает инструментальное служение, но за которым скрывается действие Духа Святого и сам Христос, который установил все таинства Церкви и действует в них. И далее «И взял весь туг, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и туг их, и сжег Моисей на жертвенники, а тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисеев. И привел Овна для всесожжения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову Овна». Мы видим, что как бы их покаяние продолжается, они каются длительное время. «И заколол его Моисей и покоропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек Овна на части, и сжег Моисей голову и части и туг». Нил Синайский пишет, «Моисей совершенно отринувший наслаждение с недями, то есть пищей, и утробу, и ноги, измы водою». То есть то, что он все это омывал, он призывает и священников что? Быть постниками, то есть по возможности поститься, особенно восстановленные постные дни. «А внутренности и ноги вымыл водою», о чем сейчас и читаем, «И жег Моисей всего овна». Что значит «внутренности вымыл»? «Внутренние помыслы наши очистил и ноги, все, что соприкасается с земными и плотскими деяниями в жизни священника, он должен в этом каяться, он должен в этом исповедоваться, а внутренности и ноги вымыл водой и сжег Моисей всего овна на жертвеннике, это всесожжение, приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею». И 22-23 стих «И привел Моисей другого овна, овна посвящения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей и взял крови его и возложил на край правого уха Ааронова и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его». Ефрем Сирин пишет, «Аарон и ризы его освящаются елеем помазания и жертвенной кровью. Этим ясно дается понять, что Духом Святым возносят священники жертву на таинственной трапезе». Таинственная трапеза – это христианская евхаристия. Далее мы читаем 24-й стих. «И привел Моисей сынов Аароновых и возложил крови на край правого уха их и на большой палец правой руки их и на большой палец правой ноги их и покропил Моисей кровью на жертвенных со всех сторон». Вот Феодорит Кирский объясняет это действие. «Это образ дарованных нам благ. Кровь – образ спасительной крови», то есть Христа. «А Елей образ всесвятаго помазания от Духа Святаго. Правое же ухо предзнаменование похвального послушания, имеется в виду послушание Слову Божию, а именно ушами своими мы слышим Слово Божие, а рука и нога символ добрых дел», то есть активной жизненной позиции. «Посему-то помазаны были рука правая и нога правая, потому что есть дела шуи и послушание вредное, то есть есть дела неправильные, десная сторона правая сторона, а шуйная это левая сторона, и чтобы обезопасить священников после того, как они станут священниками, вот это помазание, оно должно было им помогать избегать каких-то оплошностей, ошибок, потому что ошибка священника, она очень дорого обходится его по суммам. С 25 по 32 стих говорится о жертве за священников при их посвящении. Этот текст мы не будем читать, потому что подобные жертвы, они описаны в тех главах, которые мы изучили. теперь 33 по 35 стих «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполняются дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении семи дней и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». Число семь указывает на благодатную полноту даров и таинства церкви, то есть священник должен бодрствовать над каждым таинством и оберегать достоинство каждого священодействия. Ефрем Сирин пишет «Так в эти семь дней имели они священство только по имени, служение же священническое совершал Моисей». То есть пророческое служение ставилось тогда выше служения священнического, священодействует Моисей, поставляя их священники, а когда покончали семи дней они становятся священниками, они уже конечно священодействуют. «И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея». И святитель Иоанн Златоуст пишет, «Итак, когда Писание говорит, что Аарон таким образом поставлен, таким образом очищен, таким образом освящен, таким образом умилостивил Бога, а теперь ничего этого не бывает, то есть в нашей христианской практике, ни жертвы, ни всесожжения, ни возлияния крови, ни помазания елеем, когда нет эскиней сведения, и нынешний священник иудейский не пребывает определенного числа дней святилища, потому что святилище разрушено было, и храм Иерусалимский в 70-м году сокрушен, то очевидно, что он и несовершен, то есть иудейский священник, и нечист, и беззаконен, и сквернен, и прогневляет Бога. Действительно, служение храма, служение Аронова было отнято у иудейского народа и передано христианам в формате уже христианского служения. И Золтаус пишет, «Ибо если священник не иначе мог бы быть поставлен как таким образом, то очевидно, что у них нет священства, когда нет этих обрядов. Видишь, я справедливо сказал, что они, иудеи, далеко уклонились не только от истины, но и от самого подобия ия». А мы знаем из Писания, что они не могут совершать служение нигде, иудеи, как только на горе Мария в Иерусалиме. А по отношению христианского служения у пророка Малахии сказано, от востока солнца до запада будет великой имя Божия честь народам, и на всяком месте будет совершаться служение, воскуряться фимиам. И в формате христианства храм продолжает существовать, а в формате Ветхозаторской церкви все это прекратилось. Итак, в этой главе мы прочитали о том, что священники должны очищаться. И в самом Новом Завете есть как бы претензии к разным степеням священства, какими должны быть эти люди. И в первом постане к Тимофею, третьей главе с первого по двенадцатый стих, мы находим такие важные слова. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». О чем это? Не надо думать в применении к нашей ситуации, что кто-то желает епископства, доброго дела желает, чтобы у него дача была, церковный дом, машина и так далее. Нет, конечно. Епископы в те времена первыми становились мучениками. Когда начинались гонения, первого хватали епископа, как поликарпа Смирского, как священномученика Антипу. Поэтому вот эти слова, «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает», можно прочитать так. «Если кто мученичество желает, доброго дела желает». О каких преимуществах иерархического положения здесь не говорится. «Но епископ должен быть непорочен одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий, в послушании со всякой честностью». То есть очищение в христианском понимании это не очищение водою перед тем, как одеть облачение, хотя священники тоже следят за своей чистотой, дабы духа, душа и тело во всей целокупности сохранялись в чистоте. Но нравственная чистота требуется. И далее продолжается. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией?» То есть епископы времен апостолов были женатые. И потому, как они управляли своими семьями, можно было составить представление о том, а смогут ли они управлять большей семьей, то есть общинной семьей, епархиальной семьей. Потому что епископы должны относиться к своим посомам, как к собственным детям. Не должны быть изновообращенных, то есть есть опасность, когда человек недавно пришел в Церковь, а его уже руку полагают. «Чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом, надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, то есть его соседи, даже язычники, должны были о нем свидетельствовать, что он порядочный человек, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. дьяконы 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 также должны быть честны, нетвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо прежде испытывать, а потом, если беспорочно, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, то есть характеристика матушка, трезвы, верны во всем, дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. И мы видим, как перекликаются ветхозаветные действия с теми требованиями, которые потом сформулировали христиане. Общий принцип это процесс возведения священства, спешить нельзя, как Златоуст однажды сказал, что рукоположение нечестивого усиливает грех. Но наша беседа была бы неполной, если бы мы не обратили внимание на то, что да, это, конечно, так, но благодать действует и через недостойных служителей. Потому что меру достоинства кто сможет определить? Никто недостоин приступать к жертвеннику, никто недостоин совершать столь великое служение, особенно Евхаристии, сводить Христа на дары, участвовать в этой тайне. Но священник это больше все-таки инструмент в руках Божьих и действие благодати совершается и через тех, которые благочестия, и через тех, которые в чем-то погрешают. Главное, чтобы они не были под запретом церкви и не были бы еретиками явными. Продолжение следует...